Уважаемый гость, мы с вами в одной из художественных мастерских. Все у нас на фабрике. Какой жительный стильный дико-прабыточный варёвок? Какой жительный дико-прабыточный варёвок? Какой жительный дико-прабыточный варёвок? Расписываешь нашему художнику не одно игрусло от начала до конца, а несколько последних только так. Вот видите, перед художником вот такие миленькие-миленькие ёжики. Сначала получают покрытие. После того, как их труды и красили, художник наносит на игрушку, а это на самом деле можно назвать фармаварин, с вами сейчас проходить фармаварин. Сначала делает фармаварин главным основным цветом. Какой главный основным цвет должен быть? фармаварин главным цветом. Это каучие игру, все верно. И эти неостепенно появляются наёжики-булки, отрываете или из плечек. Самое главное правило от тёмного к светлому, от большого к малого. Вот это правило тоже сегодня должно быть, когда на мастер-пасе рассказывать, где они соблюдают, а если будете, чтобы представить бог на сочином, сначала на секунду, потом наёвок, тебе нужно закрашивать, а потом приходит следующий из милы. У нас будут простят, они не любят бобду. Вот есть использование того, что приезжайте к нам на серый арбон. У вас будет кисточка, у вас будет своя палитра. Художество у нас стоит. Самые разные кисточки. Боб же будет тоненькая планета. Может делать просто. Могут даже обрабатывать кисточку. У них будет булавочки, если возможно. Бобочки. А вот сегодня меня спрашивали, как блесточки. Такой, когда в замок, если вам не будет принесли блесточки. Такой, что эта кисточка вроде и я смогла. Очень-очень-очень. Здесь тридцать стоит. Самый какой. Беличий, колонковый. Разный. Ещё есть. Ещё очень далеко. У вас всё есть. Пожалуйста. А здесь мы с вами видим шары, на которых уже пейзажи не совсем наши. Вот они отправятся у нас за океан, в Америку. Вот такие красивые шары. Кливлинг. Город Кливлинг. Шары выполнены нашими мастерителями. Художники у нас могут использовать густую краску, как сметана, а могут тонкую и прозрачную, как мы сейчас с вами видим, наносится на рисунок. Идем дальше. Как вы думаете, а почему у нас мышки на фабрике? А это мыши на коробок. Следующий год мы уже с вами постепенно привыкаем к восточным традициям. Следующий год будет год мыши. Поэтому на нашей фабрике уже с февраля месяц целое нашествие мышек, каких только нет. И мышечки формовые, мышечка хозяюшка, мышечки с сыром на шарах и так далее. Так вот, такие вот красивые мышечки тоже мы расписываем на нашей фабрике. Какая у нас самая основная деталь на нашей мышечке? Это фарточек, шапочка. Так вот, художник сначала наносит основным цветом фарточек, шапочку, а потом только появятся глазочки, самые-самые мелкие детали. Вот так оборудована рабочее место, специальная решеточка. На решеточке вешаете игрушки для экономии сил, времени. И сейчас я вам покажу. Также у нас рисуется вот здесь же в мастерской шары в акварельной технике. Своя школа художественной росписи. Она узнаваем по всему миру. На сферической поверхности шара наносится. Этим. Вот так, я вас изменил. Удачи. Отправляемся. Отправляемся, ожидайте. Пойдем. Какого у вас кошка включает. Прочитис. Вообще, цепь, понимаете, что значит профессионал, да? Панель художественной череси в окончании. Это очень красиво. А у вас какие-то горбы есть, да? Да нет. Какие-то определенные хлопки. Стараешься сделать побольше. Нет, у вас так как-то. Управляйте, пожалуйста. Какие задания? Есть? А, ну нет, чтобы он так станет. Нет, да? Лучше, меньше, 15. В зависимости от возможности. Понятно. Вам все равно есть. Придержим. Давай. Придержим. Ну что ж, уважаемые гости, Мы с вами сделаем небольшое путешествие по нашим памятникам. Скажем, кто гасеет отсюда. Начали мы свою путешествие. Сюда же мы ее вернули сами. Вам приснился наш художник. Она сейчас расскажет, что у вас на столах, как этим пользоваться. Основные секреты. Мы ее послушаем. А вы попросите. А я вам быстро это раздам в каратоне. Вы слушаете Елену Язовкина. Здравствуйте. Сегодня мы с вами расписываем классические шарики. У вас на столах, заметил, есть образцы, но можно рисовать все, что вы захотите. Хотите ледо, хотите традиционно зиму. У нас есть подсказки на стене. Для того, чтобы все у нас получилось красиво, все аккуратно. Что у нас есть на столах? Это подставочка под вашу игрушку. Такая игрушка стеклянная и крупная. Обязательно оставьте подставочку. Клубочком вверх. Это ориентир. Это у вас вверх будет. Композиция там вниз. Здесь можно придержать, покрутить со всех сторон. Здесь можно, я скажу, посушить шарик. Теперь о наших красках. Краски у нас окривые по стеклу. Очень яркие, быстро сохнут. У них единственная недостатка. Они не активируются от одежды. Поэтому я прошу рукава повыше засучить. Работать над столом. И я надеюсь, вы аккуратно все будете делать. Не испачкаетесь. Заметите, что у нас на столах только шесть цветов основных. Остальные цвета такие, как розовые, голубые, оранжевые вещи. Какой-то цвет вы придумаете. Вы будете смешивать сами. Это настоящие художники. На палитре. Вот это кусочек пластика ваша палитра. Сейчас на примере оранжевого цвета я вам покажу, как это делать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok